Так, ребят, значит, переходим к следующей части. Морализонишь-балетишь. Значит, непосредственно linear function. So linear function. Linear function. Значит, вы должны понимать, что на SAT, да, вот эта вот линейная функция, это самый часто встречающийся вопрос. И он самый легкий, если вы его поймете. Значит, что такое, в принципе, линейная функция? Я запишу, значит, mx plus c. mx plus c. Значит, mx plus c. Вот это уравнение прямой. Те ребята, кто может быть с российских, с казахстанских, с кыргызских школ, они это видели в своих учебниках как kx plus b. Ну, как бы неважно, значит, как это выглядит. Неважно, как это выглядит. То есть, неважно там, какие буквы. Самое главное, что это вот выглядит вот таким вот образом. Значит, сейчас мы распишем и поговорим об этом подробнее. Значит, вот эта вещь американцы называют ее slope, угловой коэффициент. Значит, она отвечает за то, насколько прямая быстро возрастает или убывает. Intercept. C – это intercept. Значит, если мы посмотрим на график, то это будет выглядеть примерно вот так вот. То есть, так, это ось y, это ось x. И вот это вот наша линия. Значит, m у нас отвечает. Вот оно, за что m отвечает. Это у нас slope. Значит, вот эта точка, это у нас будет c. Вот именно где прямая пересекает ось y, ее называют intercept. То есть, это точка пересечения. Либо же по умолчанию, ну, то есть, как бы по умолчанию ее называют y-intercept. То есть, более грамотно ее называть y-intercept, но по умолчанию ее всегда называют y-intercept. Просто intercept. Вот почему, как бы я об этом упомянул, потому что иногда вас могут, ну, там что-то где-то будет задействован x-intercept. То есть, x-intercept – это точка, где прямая пересекает ось x. И это вы, ребятушки, должны, об этом вы должны помнить, и это вы должны, скажем так, знать. Поэтому я вот здесь об этом указал. Вот. Значит, что мы должны с вами уметь делать, как вот свои пять пальцев? И это прям вообще не обсуждается. Если нам даны две точки, например, A и B, вот, вы должны уметь написать уравнение прямой. То есть, вот в таком вот виде, equation of the line, you must know how to write this equation. Значит, алгоритм будет следующий. Ну, допустим, у нас точка A – это координата x1, y1. Точка B – это координата x2, y2. Значит, перво-наперво, да, шаг 1, который вы должны будете перформить, это найти slope. Значит, slope находится, кто забыл, я напомню, по вот такой вот очень легкой и удобной для запоминания формулы. Да, delta y over delta x. То есть, y2 минус y1 over x2 минус x1. Вот, значит, по сути дела, многие могут запомнить это, вот как найти типа гипотенузу вот в этом вот прямоугольном треугольнике. Потому что, значит, y2 минус y1 – это не что иное, как вот эта вот величина, да, то есть вот эта координата точки B, y минус координата y точки A – это будет длина вот этого вот катета. И то же самое с x-ами. И то же самое с x-ами. Вот, значит, смотрите, еще, да, вот это вот, получается, катет y, они называют его rise. Вот этот катет, который по x-у, они его называют run, да, то есть rise – это типа вертикальный подъем, run – это горизонтально, сколько проходит. Вот, то есть так запоминают в американских школах, что такое slope. Да, значит, еще вы можете, например, где-нибудь встретить слово gradient. Это британский аналог слова slope. Запомните, это то же самое. Слов gradient – вот, это одно и то же. И, как сказать, ну, путаться не нужно, да. Вот, значит, запомните, что slope – это считается всегда так. Сколько вы поднимаетесь по y, поделенное на сколько вы проходите по x. То есть, например, я сейчас это нарисую. В задачах той же самой SAT, того же самого SAT, вы можете, например, вот так вот взять. Ага, значит, смотрите. Вот, допустим, у вас на две клетки по x-у вы прошли, а по y на одну клетку. То есть, как бы, m будет в ходу одна вторая. Ну, вот так вот можно прийти к этому. Вот, но можно чисто по формуле найти две точки и высчитать все, так сказать, по чесноку. Вот, просто я обязательно сейчас обращу ваше внимание, мы будем решать задачу. Вот, поэтому не переживайте, если что-то не уловили. Итак, значит, вот, допустим, вы нашли по имеющимся данным slope. Что же делать дальше? А дальше используем вот такую формулу. Это equation of the line, значит, в форме point slope. Да, point slope форма называется. Сейчас вы поймете, почему она point slope. Значит, x1, y1 – это могут быть координаты любой точке напрямой, например, a или b, либо если вам там еще каким-то образом удалось что-то найти без проблем, можете подставить. m – это найденный вами slope, y и x – это вот буквы переменные, которые будут, в принципе, так и остаются. Вот, и после того, как вы все имеющееся у вас подставите, вы можете преобразовать и, наконец-то, найти уравнение прямой вот в таком вот виде. Вот, значит, иногда у вас и slope, и интерсепты будут какими-то некрасивыми дробями. Если вам удастся, ну, то есть там без проблем удастся, вы переносите все в одну сторону и, значит, умножаете обе стороны уравнения на такое число, которое делает одновременно все ваши переменные, integer numbers, то есть здесь у нас большие буквы, я напишу, вот, и, значит, вам удается записать уравнение вот в такой форме, это называется стандартная форма. Вот, я сейчас все это распишу. Итак, значит, обязательно, чтобы A, B и C были целыми числами. Это прям обязательно. Вот, значит, вот это у нас называется point slope form, вот это у нас называется slope intercept form, да, нетрудно догадаться, потому что в первом случае у нас есть точка и есть slope, во втором случае у нас есть slope и intercept, и третье, оно называется стандартная standard form of the equation of the line. Значит, вот вы должны стать виртуозами переводов из одной формы в другую, то есть вам могут дана быть прямая в виде slope intercept, вы должны уметь ее перекинуть в стандартную. Либо вам могут дано быть в стандартной, вы должны уметь перекинуть ее в slope intercept, ну или у вас есть данные для того, чтобы записать как point slope, и вы должны спокойно перевести в slope intercept или в стандартную. Это все делается в принципе несложно. Уже сегодня мы должны с вами столкнуться с подобной задачей и в принципе все будет хорошо и вы можете абсолютно не переживать. Значит, как бы это еще далеко не все, что я хотел сказать по этому поводу, поэтому как бы мы продолжаем. Итак, как вы поняли, M slope это то, что характеризует именно это характеризует именно наклон, то есть угол наклона. slope это штука очень весьма полезная и значит чуть попозже мы будем говорить про применение линейной функции в реальных задачах, какие у вас будут например модели оттуда строиться и она может перед вами представить в совершенно неожиданном виде. Каком? Чуть-чуть наберемся терпения и узнаем. Дальше. Пятый пункт. Значит, у нас прямые могут быть параллельными, перпендикулярными. значит прямые могут у нас быть пересекающимися на плоскости, а значит они могут быть параллельными либо же перпендикулярными. Итак, вот допустим у вас если прямые параллельные, то как вы можете об этом узнать исходя из их уравнений? Допустим уравнение первое прямое это Y1X плюс C1 и уравнение второе это M2X плюс C2. Так вот, ребят, если у вас слопы одинаковые, то есть угловые коэффициенты одинаковые, такие прямые будут параллельны. Вот, значит, все очень просто. Какими ни были бы уравнения прямых, если у них слопы одинаковые, то они будут считаться параллельными. перпендикулярными. Дальше. Значит, если у вас слопы, да, так вот здесь прикиньте, что это типа перпендикулярно. Значит, если у вас слопы прямых в произведении дают вам negative 1, negative 1, минус 1, тогда такие прямые считаются перпендикулярными. То есть вы можете заключить, что если угловой коэффициент первой прямой перемноженный на угловый коэффициент второй прямой, произведение дает вам минус 1, такие прямые будут перпендикулярными. Sorry. Значит, вот так вот вы можете, например, выкрутиться спокойно. Допустим, вам скажут, да, найди уравнение перпендикулярно данной прямой, да, и дадут уравнение вот этой прямой, и скажут, что при этом твое новое уравнение, да, твоя новая прямая должна проходить через конкретную точку, значит, ваши действия будут найти угловой коэффициент этой перпендикулярной прямой, исходя из этого условия, да, m1 на m2 равняется минус 1, а потом подставить вот в point-slope форму и посчитать, да, ну, опять-таки, сегодня мы должны с этим уже столкнуться, поэтому наберитесь терпением. следующий пункт, да, допустим, но это уже касается больше геометрии, но тем не менее, допустим, вам нужно найти середину отрезка вот этого, вот, допустим, середина отрезка будет иметь координаты x0 и y0, x0, y0, вот, всегда midpoint будет вычисляться по такой формуле, x1 плюс x2 пополам, это x-овая координата и y-овая координата midpoint это y1 плюс y2 деленное на 2. И, значит, еще вы должны уметь находить distance, то есть расстояние между точками а и b и будет это вычисляться по формуле x2 минус x1 в квадрате плюс y2 минус y1 в квадрате все это под квадратным корнем. Вот так вот вычисляется distance between point a and point b и вы должны знать, как это находить, что с этим делать. Итак, значит, вот эти 7 пунктов, народ, желательно вам знать на зубок, вот, но как вам их отточить? Первое, это, значит, у вас будет задача, да, воркаут, который вы получите сегодня, и второе, у вас будет замечательный воркаут в Хан Академии. Класс в Хан Академии, ссылочку я вам завтра скину обязательно. сейчас запишу, чтобы не забыть. Так, Хан Академия, и мы с вами там еще пообсуждаем, как там добавиться, что сделать, и в этом классе будут, как вы помните, прописаны все ваши воркауты от начала и до окончания курса, они будут идти примерно параллельно с тем, что мы с вами будем проходить. Так, ух ты ж, да, что-то у нас интернетом. это все. Итак, значит, мы сейчас с вами прошли непосредственно теорию, которая идет вместе с линейной функцией, но мы не прошли самую основную и самую сложную часть, и именно эта часть будет больше всего и чаще всего встречаться на экзамене с эти. Внимание, ребят, значит, сейчас будет очень важная информация. Итак, значит, я должен здесь сказать, что значит, вот линейная функция это у нас mx plus c вот, slope в задачах. Допустим, у вас какой-то текст, описывается какая-то ситуация, и вы должны помнить, что slope чаще всего будет в таких задачах, это скорость, rate. Иногда бывает так, rate of change, либо же это unit price, либо же это speed. rate of change в данном случае скорость роста, допустим, количество заболевших людей, какая-то модель заражения, либо насколько долларов изменяется цена того или иного продукта, дорожает или дешевеет. Допустим, вы купили магнитофон за 20 долларов, каждый год он теряет по полтора доллара цены, найдите мне уравнение, которое будет описывать эту ситуацию. вот, ну, то есть, тут понятно, что значит, вот эта потеря в полтора доллара, это будет вместо M вы пишете полтора, то есть, вот это называется rate of change, или там вода прибывает в бассейн со скоростью 2 литра в минуту, вот это тоже rate of change, вот, или там, не знаю, 10 человек каждый час приходит и наполняет комнату, то есть, вот это тоже rate of change. unit price это цена одного товара, то есть, допустим, вы там продаете какие-нибудь кексики, то есть, у вас там бизнес по продаже кексиков, вот, да, то есть, в данном случае с лопом вот в такой вот это будет количество цена одного кексика независимой переменной, то есть, в роли x это будет количество проданных кексиков и c там это может быть какие-то начальные затраты, но сейчас мы про суть c поговорим. Ну, или же линейная функция очень хорошо используется в задачах скорость-время-расстояние, то есть, когда у вас объект двигается с постоянной скоростью, именно с постоянной скоростью, тогда distance travel, то есть, пройденный путь, это будет линейная зависимость от координаты и времени, то есть, линейная зависимость от времени, то есть, в роли переменной независимой у вас будет время, в роли slope у вас будет как раз-таки speed, скорость, да, в роли значит, вот этого интерсепта, будет какое-то начальное положение. То есть, в общем, я бы записал это так, initial conditions. То есть, когда это у нас rate of change, то есть это, например, какие-то начальные объемы. То есть, если у нас, например, бассейн заполняется, то intercept это будет, может быть, какой-то у нас начальный объем бассейна уже был. Если это unit price, например, и речь идет о ценообразовании каком-то, либо вы считываете profit, то это какие-то независимые стандартные затраты. Вот, например, хороший пример – это вы заходите в парк аттракционов, входной билет стоит 2 доллара, и потом за каждый аттракцион вы платите по 50 центов. Итого, значит, у вас, например, функция P – это сколько денег вы оставите в этом парке развлечений, будет 2 доллара – это стандартный вход, и по 0,5 долларов – это за каждый ride, за каждую поездку, за каждый аттракцион вы платите по 0,5 долларов. Таким образом, если у вас X – это будет количество аттракционов, количество поездок, ну, сколько раз вы там покатались, умножаете это на 0,5, то есть на цену одного билетчика, и прибавляете цену входного билета, и это вот ваши общие затраты будут на данном аттракционе. Вот, два – intercept, да, в данном случае – это начальные условия. То есть в нашем случае, который я указал, это те деньги, которые вы платите за входной билет. Вот, если это задача на скорость-время расстояния, то, скорее всего, это будет начальное положение, да, объекта. Если это rate of change – начальный какой-то объем. Вот, также, ну, например, depreciation, то есть когда у вас что-то обесценивается, допустим, вот с постоянной величиной, ну, то есть камеру вы купили за 20 долларов, вот, а, значит, это будет у нас, получается, 20 долларов – это начальная какая-то сумма, и потом, значит, вы минус полтора, это полтора доллара каждый год, она дешевеет, да, то есть, ну, вопрос может быть так, да, то есть через сколько лет данная там камера станет, не знаю, ну, сколько там, ну, там 5 долларов стоит, да, то есть приравняете к 5, вот, приравняете к 5 и найдете X, да, или там сколько она будет стоить, там через 7 лет вы должны будете посчитать. Ну, вопросы могут быть разные, но вот суть теперь, я думаю, вы как бы поняли, что вы сравниваете то, что вам предложено с Y равняется M X plus C, да, то есть вот данная запись у вас сходу должна трансформироваться в голове вот к такой, то же самое мы сейчас запишем, вот, минус 20X, да, и плюс, минус 1,5X, pardon, минус 1,5X и плюс 20, то есть вы вот так вот меняете местами и сразу же матчите там, что к чему, да, то есть вы видите, 1,5 это slope, и 20 это intercept, окей, начинаете вспоминаете, окей, slope у меня это unit price, это rate of change, это speed, да, поскольку мы говорим про depreciation камеры, то скорее всего, да, slope это в данном случае будет rate of change, то есть сколько, с какой скоростью она изменяется, цена, то есть обесценивается, ну и 20, да, то есть вот вопрос будет так, да, что собой представляет 20, и даются там 4 варианта ответа, и там первый, да, то есть это там, например, насколько она дешевеет, сколько лет прошло, да, сколько финальные затраты, и сколько она стоила в самом начале, то есть вот initial conditions, сколько она стоила в самом начале, сходу выбирайте, да, то есть вот запомните вот этот простой просто алгоритм, и данные задачи не будут для вас проблемой, applications of linear equations. Окей. Теперь, значит, немножечко еще про simultaneous, ну то есть про уравнение мы поговорим, и потом уже пойдем в путь. Так, сохранил на всякий случай. Итак, да, значит, поскольку у нас, как мы сказали, любые там линейные уравнения, например, ax, by, y равняется c, и там, не знаю, p, y, x плюс, там, q, y равняется, там, не знаю, d, ну, допустим, да, два любых уравнения, и могут вас спросить, сколько решений будут у данной системы уравнений. Это сразу же, да, вы должны, типа, представить, как они будут выглядеть на плоскости, а это вам позволит понимание, чему у них равняется слопы. То есть вы должны будете привести к виду, y равняется m1x плюс c, и, да, y равняется mc1, и y m2x плюс c2. И уже сравнить, да, чему будут равны слопы. Значит, если слоп 1 равняется слопу 2, то тогда, значит, решений нету, да, нету, там, no solutions, no solutions. Если, значит, у вас, ну, они там просто пересекли, то есть как бы m1 не равняется m2, да, то есть они там, получается, пересекаются, ну, следовательно, одно совместное решение, то есть это, ну, прямая относительно, прямая относительно другой прямой, они просто пересекутся, вот это у вас будет, соответственно, одно решение. Вот, я не зря вам об этом сейчас говорю, значит, вот такие примеры, они почему-то вводили в ступор, вот, ребят. И, смотрите, если у вас получилось, что они абсолютно одинаковые, то есть y1, m, как это сказать, то есть и m1 равняется m2, и c1 равняется c2, то есть получается, как бы по итогу получилось, что то, что слева, абсолютно не отличается от того, что справа, да, вот такое вот условие, вот, то это означает, что бесконечно много решений. Почему так? Так, да, я вам сейчас покажу. Значит, в этом случае у вас просто одна прямая ложится полностью на другую прямую, вот, да, то есть они как бы друг на друга наложились, и это означает, что они просто, ну, как бы друг друга повторяют, одна прямая, это есть другая прямая, то есть они пересекаются в бесконечно огромном количестве точек. Вот это и называется infinitely many solutions. Но мы поговорим о том, как решать simultaneous equations. У нас будет отдельный урок, посвященный этому. Так, сейчас я представлю вам воркаут на сегодня. Так. Воркаут на сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...